Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей партии на семерых, в которой я играю за Люмерис в игре Endless Space 2. Мультиплеер против живых соперников, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней. Всё-таки интереснее смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Начинать! Здания покупать за деньги, у них больше некуда тратить, иначе я не догоню никого. Денег у меня дофига, то есть надо покупать здания. Я построил здания, которые дают возможность это делать дешевле. Надо начинать использовать. Ну вот мы открыли, да? Что тут? Все, всё производство уничтожается, 25% производства в науку. Что тут? Так, колонизировали. Терраформируем в степь. Так, штаб-квартира покупаем. М-м-м-м, зачем? Потому что лоза не ввожу их на уку и деньги. Да? Промышленность. Это мы всё открыли, вот следующий у нас на денюжки. Как раз. Так. Вообще тут всё дорого, конечно. А, ну потому что я тут ещё не достроил это здание, которое снижает стоимость покупки корабля и стоимость постройки. Терраформируем. И сколько они воровали? Сейчас они воруют. Не, а воровали-то сколько? У меня из столицы минус 40 науки. И они идут только... Это процент, видимо, определен. Терраформируем. Терраформируем. У-у-у-у-у. 2 торговых компаний целых 100 гиперия ну и нафига ты на меня напал ну а нафига ты на меня нападал когда я там вообще в нейтральных территориях стоял ну ладно как видишь не очень ну просто флотом не кем напал ну просчитывай теперь очень так демократия блин ксена антропология где она блин ксена так что короче компания есть и 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 живописец наверное отправим потому что там явно будет больше народу в будущем но квадриникс норм хороший ресурс у кого-то громко там звучит музыка музыка ну смотрите офигенно впереди трансперсонал на на 400 очков позади комрад а нет бифокус еще я демоникс энджи примерно на одном уровне так открыли мы все на антропологию наконец-то можно что у вас начать пчел что за корабль такой пчел ой пчел тут написано пчел вылежи корабли ос а понял а 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 ну чтобы ресурсы больше шли на остальных на На денежки. Так, надо не забыть, когда у меня демократия будет принято, что надо два закона поддерживающих промышленность принять в квест-фракции. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Классно я ему ресурсы понаходил. странно можно выборы проводить несмотря типа на анархию может тому же можно и законы принять на демократию точно можно я чё-то сижу синхрон каждый ход да так видите я не могу принять пусть и требуются поддержка немножко другое а ну вот у меня демократию утверждена так надо мир позаключать с другими игроками этот примем на счастье улучшение системы в производстве но там она немного стоит в принципе улучшение вот плюс один генерирование ресурсов вот это я бы принял плюс 40 процентов на системы в торговых компаниях стало плюс 13 до всего лишь плюс 13 да и науку еще сделаем так со всеми с кем можно у меня мир объясняю почему заключил мир потому что ведь у меня закон плюс 10 процентов за прирост всех ресурсов состоянии мира в системе надо было конечно сначала тебя посмотреть ну то есть у меня сейчас плюс 40 процентов как минимум еще бы с кем-нибудь альянс заключить но этого нету и 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 эти выборы проходить. Красота, везде экстаз. Можно, кстати, перекинуть население из заполненных. У кого-то голосование не прошло. Ну вот, накрасим, видите, 17 из 17. Давайте на живописицу отправим. Тут вот 23 из 23. Точнее, не 23, а 23, но все равно можно на живописицу тоже 2 отправить. Так, тут все терраформировано. Так, тут все терраформировано. Так, тут все терраформировано. Так, тут все терраформировано. Возможно, все терраформировано. Так, тут все терраформировано. так где альянс у нас открывается непонятно ройю наплевать на интересы других раз говорит не демоникс А он врать не будет, да? Не знаю. Что ты звучишь? в общем, и эта легенда. Так, это на денежки строим. Видите, не хватает мне Адамонтана, к сожалению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот такая получается вот мои звездные системы в центре. Вот оставшегося сафона. Это Горацио, это Пожиратели, вот тут деревья, и вот тут внизу фиолетовые... Ага, за кого играет? Камрад. Рифтборн, что ли? А, нет, United Empire. О, а еще одна торговая компания можно создать. Так, ну тут мне каравеллу уничтожит, к сожалению. Ну, я всех нашел, приблизительно знаю, где, кто где. О, герой. О, герой. О, герой. О, герой. О, герой. Продолжение следует... 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 не понял империя наука что-то мне какое-то сообщение о сафонах пришло очень непонятное что там было неизбежная победа наукой у сафонов скоро будет или что но у не скоро но может приближается и и и и а на этот раз даже не покоцал точнее не убил никого а что за сто процентов рыночная стоимость звездной системы это к чему вообще это значит улучшает просто-напросто доход от торговых путей то есть в принципе мне как торговый корпорации наверное выгодно построить да в этом прирост роскоши старых путей ресурсов всего тоже увеличивается я понял да надо строить в орионе и в краю надо строить ходим-ходим странно кстати что есть всякие пацифисты там религиозная но нету знаете играя за люмерисов у как-то странно в энли спейс не так уж и много всего на деньги сделано вот например даже те же в сенате сидят там религиозники экологи ученые до промышленники ну почему нету торговцев серьезно вот нету влияния торговли на сельско промышленники относятся нет ну я понимаю что торговцы пацифист нет в каждой он и на торгов да то деньги не там в каждой есть что-то на деньги но именно вот такого разделения видимо считается что торговцы пацифисты равно хоть война я конечно не почему экономика и торговля это производство чисто у пацифистов на деньги на счастье суши ничего за 14 минут начинаешь нападать ну потому что просто играть чего ничего не понятно потому что игра к концу подходит то есть ты хочешь просто дольше шла что ли не понял как ход чтобы дольше шел да как она будет дольше тишина всего 14 минут так ход будет дольше идти ходы 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 будут дольше идти то есть и выгоднее чтобы не немного ходов шло я так понял так понастроил кораблей парень и давай на меня нападать это же доиграть до конца спокойно город город скиллы не они экологи но энергетическое оружие и защита от кинетических раз у него это тоже уровну сделано понятно но в принципе же сами гораться они поддерживают как раз и колонна защиту и они будут логическому возьми дипломатию всем они будут довольно по этот республику помимо того что они будут голосовать за свою фракцию за и кодов ты получишь кучу бонусов других нельзя оставаться в этой диктатуре на фаджесе существенное поражение так могу ли я как-то улучшить войска мои нет и нету ни адамантия не ничего вот всплывание окон так ну меня там фиговые были ребята 21 самолет прилетел а и 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 Главное успеть, я хочу в пифокусу корабликом прилететь, классно. Пифокус, ты там особо на лин, жди меня, или там чуть ниже тоже твоя система? Да блин, если ходить быстрее. Всё, фаджи захватили. Тебе не надоело кораблике, но бой отправлять? Блин, может не обшив, мне сейчас надо было не обшивки выбирать, а, ну, хотя тут всё равно два против семи, но тем не менее. Ладно, если переключим на... Затем он самолетами меня уже атакует, поэтому мне сейчас нужна пехота, а не танки. Прикольно то, что эти нейтралы, они всё же захватывают планеты в своей системе. И если очень под конец игры захватывают, то там три-четыре планеты, три-четыре планеты могут быть заседены. Ходим, 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 ребят. Ну всё, на флот. Нету защиты от нападения. Всё, на флот. вот поглощение счетами что меня пожалуйста давайте будем ходить быстрее мы воюем ну блин ну хватит ныть что у меня битва тут на каждую планету на прошу сделать эти уже побеждаем вообще надо было просто забить и лететь к фокусу сразу да ладно ну да ну ладно суровая защита я собственно защищаю бифокуса от мне кажется он не успеет наукой победить он скорее всего все трансперсному по очкам победить это не победа в игре это победа в в общем квесте раз захвачен ну вот эти прогрузки битвы фиговая конечно все потому что ну как бы одновременно типа все делается не очень очень прекрасное название а ты видел сколько у него хп население какие-то планеты захватывают то есть я правда не успею долететь что у меня осталось только четыре системы ход 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 прилетел блин комрад можно побыстрее пожалуйста я смогу победить если просто ну как сейчас драка между мной и псаем идет за первое место и если если мы будем быстро ходить то ты победишь да тебя сколько планет 10 систем ну как вот империя наука захватила систему бифокуса фоны благодаря возросшему влиянию она получает контроль над всеми колонизированными планетами улучшениями населением вашей системы о чем это вообще речь он никакую мою систему не захватывает вот что о чем это что это за перевод какие он систему заверен чит и захватывает система мне об этом пишется зачем-то непонятно я напрягаю то что в начале хода не это ничего не двигается довольно долго это потому что бою и прикол в том что у меня трансперсонал по захватывал систему уничтожил их а мне до сих пор пишется что там производится ха 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 обломался транспорт да? обломался ну да такая штука случилась то что у меня вообще нет ни одного способа попасть в центральные большие острова созвездия да да так бы ты неконтролируемо разрастался бы в каком смысле нету способа попасть я полагаю вон там есть система айбелла рядом с твоей столицей это единственный способ если оплести ее то потом я смог бы оплести орион а так больше ни в одном месте по моему никак вот и нет черных дыр которые бы соединяли центральная система с боковыми ну что бифокус у тебя за два хода ой за две минуты нет у меня на этот ход уже сделалось то есть ты победил типа или что да давайте сразу тогда сдадим ход и все в смысле две минуты осталось до конца ну просто все сдаем ход а ну я закончил да ну и нафига ты нападаешь давайте сдаем ход и начинается да я уже сдал это ну и нафига ты не не ну и нафига ты поздравляю тебя транс я по времени не успел у тебя прошлым ходом построилась еще еще три хода как немножко просто калты 4 часа про втыкал получается но военным меня не все шикарный старт особенно для твоей фракции просто чудесно я взял на этот холодный шикарный старт пошли вот эти штуки дают еще и на уху счастья то есть у него ресурсы офигенные так страшно по крайней мере то что они горячей продукции есть да вино и грибы вообще зашились что еще нужно но очередной аэростран всех поборол по сути ты выбрал если бы не по времени ограничений в прошлый раз также было если выходили быстрее вашего коалиция выбрала бы через экономику надо что-то все-таки придумать как-то со временем что-то ну тут у нас у нас сами ходы как-то долго длятся вот сам ход долго то есть если вначале еще более-менее то потом к середине игры он реально долго длиться вначале тормозили ну заканчивайте фокус фокус да да посмотрим графики фокус-молкус ну все поздравляю с победой спасибо спасибо я все спасибо вот этот давайте салатового цвета пища 4 постоянно был в промышленность еще хуже пыль ну ну это мое да тем не менее слабо с наукой вообще проблемы были тут бифокус и трансперсону ну влияние общине развивал с населением ну тут уменьшение там захватывать стал у меня так все равно не очень что мало планет заселено а вот очки исследования наук это сколько а произведенных в чем разница между произведенным это нара количество тех нет не понял я слушать а в чем разница между количеством произведенной науки и очками исследования но количество исследований наверно это не технологии потому что у количества произведен науки это непосредственно наука произведен по я технологии даются и открытие полу квадрант то есть это просто какие-то очки за то что исследовал я что-то но это не не количество технологий торговля трансперсон как-то офигенно торговал чего я не умею по ходу так но одобрение понятно вот тут у меня с удобрением технология дает определенное количество очков территориально ну вот я слабо мало мало все-таки системно это больше заселять ну герои более-менее армии практически не строй раз получить гораздо лучше чем не да в первый раз игра правда деревья все остается по поломами каким на самом деле раз 46 технологии открыто у меня только 19 ну надо их тормозить воевать ну видимо да они это феномен и блядумы как-то разница такая огромная нет герои как-то слабо тоже развивались всем спасибо за игру спасибо спасибо пока спасибо что засорили до конца я лёша халец и тот кто сделал это видео у меня к вам несколько просьб во-первых не забудьте поставить лайк а во-вторых поделиться этим видео раз уж вы зарели до конца видим она вам понравилась я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс на этом все играйте в умные игры а